Глава Ленинского района Олег Хромов продолжает контролировать проведение ремонтов подъездов согласно губернаторской программе. На этот раз в поле зрения дома на проспекте Ленинского комсомола и 54-й дом по Советской улице. Здесь жители остались довольны результатом, однако поинтересовались о возможности проведения капитального ремонта всего здания. Заочно или очно принимаете это решение, оформляете это протоколом общего собрания, направляете в управляющую компанию. Управляющая компания вставляет дефектную ведомость. И говорит, что на такой-то год, на такие-то деньги вы можете рассчитывать. На эти деньги, которые собираются, можно сделать вот это, вот это, вот это. Следующая остановка – дом 36, дробь 52 по ПЛК. Здесь работы еще ведутся, но уже виден результат. Стены покрашены, побелены потолки. Кстати, здесь недавно произошла замена лифта и до сих пор он находится в отличном состоянии. Завершить ремонт планируется в ближайшее время. Это один из наших высотных домов, потому что у нас в основном двух, трех, пятиэтажные дома. Значит, вот сейчас тренируемся на девятиэтажном доме. Здесь работ больше, так как больше жильцов проживает, поэтому первый этаж будет уложен плиткой. Значит, все провода прячутся в короба. Ремонтируются ковши, заменяются светильники и покраска тем цветом, который избрали жители. А в 34-м доме по проспекту самый обычный подъезд после ремонта засиял новыми красками. И дело не только в обновленном покрытии стен, но и в отношении самих жителей. Поначалу никто не знал, кто каждую неделю украшает помещение цветами. Оказалось, это Екатерина Ивановна, привозящая букеты со своей дачи. Они все удивляются, кто это рядит. Потом все узнали. Ой, какая ты молодец, ой, молодец. Старший подумал, это кто так? Цветы-то летят. Ой, я так и подумала на вас, так и подумала, говорит, на вас. Со своей стороны администрация производит ремонт подъездов, а уж поддерживать их в хорошем состоянии – это уже ответственность самих жильцов. И вот наглядный тому пример. Отрадно слышать от жителей, что программа реализуется очень успешно. И людям нравится тот результат, который получается в результате, я бы так сказал, модернизации их подъездов. Естественно, люди обращались к Олегу Хромову и со своими личными просьбами. Встреча во дворе продолжалась до последнего вопроса. Дмитрий Книга, Михаил Решетов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.